Я очень рад вас вновь видеть, и вопросов у нас много, хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. За здоровье, товарищи председателя и всех присутствующих. Вот оно, долгожданное величие. Президент России присмыкается перед самым нелепым и самым погоняемым руководителем государства в мире. Ну а тот, несмотря на все старания Путина, даже голову в его сторону не поворачивает. Да и по эфирам российских пропагандистов уже не совсем понятно, кто для них главный. Все еще Путин или уже Ким Чен Ын? Ким Чен Ын только что приехал в Россию на бронированном поезде. Сенсационные кадры на вашем экране. И вот тут много интересных деталей. Например, коллеги из издания Life опубликовали кадры, вот они. Вы видите, работы службы безопасности северокорейского лидера. Они проверяют стул, на котором он должен сидеть. Значит, человек в белых перчатках очень тщательно протирает его, если вы обратите внимание, белой тряпочкой. Ким, я думаю, свои санкции не считает и даже никогда считать не пытался. При этом сразу после того, как американцы пообещали ввести дополнительные рестрикции за общение с Путиным, Ким запустил две ракеты. Привет, я Арсен Цымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы говорим о том цирке, который устроил Кремль, чтобы выполнить последнюю волю Евгения Пригожина и раздобыть хоть немного боеприпасов. Шойгу! Герасимов! Ставьте лайк этому видео, если хотите, чтобы об унижениях Владимира Путина узнал весь мир. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если до сих пор не успели этого сделать. И давайте начинать! Итак, Ким Чен Ын принял Владимира Путина на российской территории. Почему Ким Чен Ын принял Путина, а не наоборот? Ну, потому что уже по самому месту встречи стало понятно, кто будет гостем, а кто хозяином. Космодром Восточный, который формально является территорией России, находится в пяти с половиной тысячах километров от Москвы и менее чем в полутора тысячах от Пхеньяна. То есть Путину, для того, чтобы принять Ким Чен Ын, пришлось преодолеть в четыре раза большее расстояние, чем Ким Чен Ыну. Я очень рад вас видеть. Но на этом капризы кровавого политического Винни-Пуха не закончились. Когда стало понятно, что ради этой встречи Москва готова вообще на все, Ким Чен Ын потребовал, чтобы помимо Путина, ему еще организовали встречу с рядом чиновников помельче. Полюбуйтесь, в какой атмосфере она проходила. К сожалению, пропагандисты вырезали из этих видеороликов весь звук, но даже по картинке нетрудно догадаться, кто на этой сходке выступает в роли хозяина, а кто в роли заглядывающих ему в рот гостей. На прием к Ким Чен Ыну согнали нескольких российских губернаторов и министра природных ресурсов, и я допускаю, что Ким Чен Ын не случайно вел себя на этой встрече особенно вызывающе. Кто вдруг забыл? Ким Чен Ын, как и Владимир Путин, это вассал Китая, а Китай считает Дальний Восток России своими историческими землями. Поэтому после окончательной аннексии этих территорий, после краха режима Путина, Пекину нужно будет назначить кого-то смотрящим за местными бандитами. И Ким Чен Ын, как почти тоже местный, и главное, как крепкий хозяйственник, отлично подошел бы на эту роль. Можно только представить, какая житуха ждет этих ченуш, когда они перейдут под власть такого пахана. Казнить нельзя помиловать. В КНДР по приговору военного трибунала казнен дядя северокорейского лидера Ким Чен Ын. Чан Сон Хэка признали виновным в государственной измене и расстреляли, как предполагается в четверг. Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Да, это вам не Владимир Владимирович, которого можно водить за нос, предавать, называть чужими именами, и тебе все равно за это ничего не будет. В общем, из-за присутствия на саммите Ким Чен Ына нервотрепка у всех остальных собравшихся маньяков была страшная. Именно поэтому они на камеру позорились чаще, чем, возможно, на любом другом мероприятии в истории России. Изначально высокую планку задал Дмитрий Песков, придумавший новое и очень точное название для своего пока еще государства. И именно Российская Федерация, Федерация. Дальше отличился северокорейский переводчик, давший четкую характеристику российской действительности. В момент вступления на Российскую Землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность, и стал непосредственным свидетелем. Да-да, он сказал «кипучее». Но, правда, до этого дня никто даже не догадывался о существовании такого слова. Поэтому даже в российско-патриотических телеграм-каналах стали активно рассуждать, а не покрыл ли Ким Чен Ын российскую действительность матом. В итоге скрыть трепет перед Ким Чен Ыном не удалось и самому Владимиру Васильевичу. Он во время встречи зачем-то выжимал левой ногой несуществующее сцепление. Западные СМИ сразу же стали писать о том, что у Путина вот таким образом проявляется либо болезнь Паркинсона, либо онкологическое заболевание. Ну а как по мне, так не столь важно, чем именно болеет Владимир Путин. Намного важнее, чем болеют массы, которые Путин возглавляет и представляет. Эта болезнь называется имперская шиза. Для того, чтобы проверить, есть ли она у вас, достаточно ответить на один вопрос. Считаете ли вы, что Россия должна сохраниться в нынешнем виде? Или на ее месте должна быть пост-Россия, где будет много по-настоящему свободных и независимых друга-друга государств, которые не пытаются насиловать друг друга и всех окружающих навязыванием своего флага, языка, государственного устройства и так далее? Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос в комментариях. Только честно. Для того, чтобы мы все поняли, на каком этапе сейчас находится распад империи и сколько работы еще нужно проделать. Ну а теперь продолжим наблюдать за цирком, произошедшим на Дальнем Востоке. Кульминацией позорища стала работа пропагандиста Скобеева-Попова. Он настолько отвык рассказывать о реальных событиях, что когда потребовалось снять обычный репортаж с места событий, великий профессионал-пропагандист растерялся и снял какой-то комедийный блог. Ким Чен Ын прибывает на своем автомобиле. Вот у него Майбах, два флага на этом автомобиле. Прибыл он сюда на поезде. Посмотрите, номер такой, золотой герб на двери. И сейчас Ким Чен Ын будет выходить и приветствовать Владимира Путина. Первой в зал входит российская делегация. Министры достают из портфелей внушительной толщины папки. Лавров рассказывает Шойгу и Мантерову анекдот. И это первый случай в истории, когда я реально могу понять Лаврова. Поводов для анекдотов там было более чем достаточно. Чего стоит одна только застольная речь Ким Чен Ын, которая без перевода уж очень похожа на речь доцента из фильма «Джентльмены удачи». Ну а с переводом это становится скорее похоже на бред пациента-псих-невродиспансера. Кероическая российская армия народ, блестяще унаследуя традицию победы, уверенно продемонстрирует бесценные достоинства чести на двух фронтах специальной военной операции по строению сильного государства. Но главный анекдот дня выдал все-таки не Ким Чен Ын и не Лавров, а преснопамятный министр обороны России Сергей Шойгу, который за полтора года трехдневной спецоперации умудрился потратить 40-летний запас артиллерийских снарядов. Посмотрите, насколько непосредственно он отреагировал на вопрос, победит ли Россия в войне, которую развязала против Украины. Дальше Шойгу попытался добавить что-то официальное, правильное. Но было уже поздно. Этот фрагмент разобрали на тысячи шуток и мемов в интернете. Из-за мгновенного резонанса российские пропагандисты психанули и решили вообще удалить этот фрагмент из своих архивов. Чем привлекли еще больше внимания к этому казусу. Ну и конечно, можно бесконечно иронизировать как над разуверившимся в своей армии Шойгу, так и над капризным маньяком Ким Чен Ыном и стоящим перед ним практически на коленях Владимира Путине. Но факт остается фактом. Северная Корея может помочь России в этой войне. И по данным украинской разведки, она уже начала это делать. Мы можем констатировать, что сотрудничество в военном плане Северной Кореи и так называемой РФ продолжается. Запросы, в принципе, известные. Ничего там нового сейчас нет. Это снаряды для артиллерии, для РСЗО. Да, частично такое сотрудничество фиксируется. Конечно, этим нельзя пренебрегать. Это серьезный фактор, который будет ощутим, к сожалению, и на поле боя. Но, тем не менее, это не новость в данной ситуации. Не новость это и для постоянных зрителей разбора помета. Мы с вами говорили об этом еще в конце июня, вот в этом выпуске. Когда, собственно, Москва уже встала с колен на четверенький и начала не то чтобы просить, а уже умолять пхеньян выдать хоть сколько-нибудь совдеповских боеприпасов в обмен на что угодно. Я привык к тому, что в Москве дыма без огня не бывает. И что они действительно готовы прямо сейчас пожертвовать очень многим, лишь бы получить желаемое хоть где-то. В связи с этим я призываю всех держать ухо востро и готовиться к худшему. К тому, что у России все-таки может появиться какое-то количество боеприпасов и, возможно, даже техники. Кстати, помните, мы тогда смеялись над тем, как российская пропаганда пытается убедить собственные массы, что Северная Корея это идеальная модель государства? Здесь все ходят с троем, поют хором и вообще все делают вместе и сообща. Так вот у них получилось. Всего полтора месяца и массы реально готовы переходить к новой фазе нищеты и насилия. Там нету разбоя, нету разврата, аморальных принципов, как в Америке, например. Более того, коммунизм, который он там построил, привел к тому, что люди стали более адекватными, они заботятся о своих детях, там есть определенное желание у детей поддерживать своих старших, там нет домов престарелых практически. Но то, чтобы была какая-то определенная больше автократия, не демократия, это вообще для власти полезно. Потому что на самом деле, когда власть в руках народа, толпы безличной, то все же хотят хлеба и зрелищ, весь мир превращается в какой-то большой бордель. Но я еще раз хочу подчеркнуть, каким бы убогим и униженным не становился российский режим, а он реально становится все более убогим и все более униженным, очень важно этому режиму активно противостоять до конца. Потому что каждый снаряд, выклинченный Путиным у его бананово-ядерных друзей, несет потенциальную угрозу человеческим жизнью. Каждый снаряд продлевает войну и увеличивает ваши, россияне, шансы отъехать на фронт по уже новой мобилизации. В связи с этим я рекомендую вам всем сотрудничать с украинской разведкой. Сотрудничать в российском тылу. Лучше пускай на склады с этими боеприпасами прилетит беспилотник и уничтожит всю эту гадость еще до ее попадания на фронт. Это реально очень удобно для всех, ведь в таком случае можно получить вознаграждение при жизни, а не после позорной смерти в чужой стране. Если это вас интересует, если вас интересует именно денежное вознаграждение, то пускай будет так, а если не интересует, то сдавайте вражеские позиции просто так. Пускай это будет вашим, ну вот так называемым донатом в копилку победы над империей. Ну а прямые донаты вы, дорогие зрители и зрительницы разбора помета, можете сделать вот по этому QR-коду или по ссылке в описании к ролику. Фонд 24-го канала продолжает помогать силам обороны Украины, и каждый взнос, даже самый минимальный, очень важен. Помните, что вы можете задонатить из любой страны и в любой валюте, и самое главное, вам ничего плохого за это не будет. Будет только хорошее настроение. Оно появляется, когда ты видишь, как твои донаты работают на фронте. Также в борьбе против империи отлично работают лайки и комментарии под нашими видео. Делитесь этим роликом в соцсетях или отправляйте его напрямую друзьям. Подписывайтесь на YouTube-канал 24-го и на меня в социальных сетях. До встречи в следующих выпусках разбора помета. Слава Украине! 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 Продолжение следует...